Мастера авиации В Ульяновскую область со всей страны съехались 200 действующих и будущих инженеров. Капитал семья погасит ипотеку, а фермеры Ульяновской области получат гранты. В домах железнодорожного района проходит капремонт. В Ульяновске пресекли производство контрафактной техники и задержали подозреваемого в разрадных действиях. В Ульяновске пресечено производство контрафактной техники. Подпольное производство находилось в жилом доме областного центра. Злоумышленники восстанавливали списанные промышленные автоматические выключатели, наносили на них логотипы известных производителей и продавали в других регионах России. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Ульяновской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте контрафактных автоматических выключателей и электроаппаратуры специального промышленного назначения. После обысков была обнаружена подделка на сумму свыше 20 миллионов рублей, а также голограммы с товарными знаками, компьютерная техника, финансовые документы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Еще одна новость от представителей МВД России по Ульяновской области. 51-летнего жителя железнодорожного района заключили под стражу за развратные действия. Было установлено, что злоумышленник через несколько профилей в соцсетях знакомился с несовершеннолетними. В ходе переписки стороны обменивались фотографиями интимного характера. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела КМВД России по Ульяновской области совместно со Следственным управлением Следственного комитета России по Ульяновской области задержали жителей областного центра, подозреваемого в развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера и развратные действия». Задержанного заключили под стражу. На повестке дня семь основных и три дополнительных вопроса. В региональном Белом доме состоялось очередное заседание правительства. Говорили об актуальных вопросах ЖКХ, проголосовали за дополнительные меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. Соответствующие поправки внесли в закон о капитале семья. Подробности узнавала Рината Алиолова. Очередное заседание правительства начали с вопросов ЖКХ. Первая поправка касается объемов накопленных средств у регоператора для капремонта многоквартирных жилых домов. Закон предусматривает, что на эти цели можно тратить 85% всех накопленных средств, 15% остаются, так сказать, про запас. В профильном министерстве предлагают объем увеличить до 90%. Это позволит решить вопросы по увеличению объемов оказываемых услуг и выполняемых работ, утвержденных в соответствии с краткосрочным планом. И таким образом обеспечить то отставание, которое сегодня имеет место по выполнению планов краткосрочных ремонта многоквартирных жилых домов. Во второй поправке речь идет о сроках перехода на специальный счет для формирования фонда капитального ремонта. Шести месяцев, как это было ранее, время предлагают продлить до одного года. К слову, сегодня спецсчет на капремонт имеет каждый пятый многоквартирный дом в регионе. Данная мера позволит средства, которые накоплены на общем счете, региональный оператор, это котел так называемый, направить для решения планов капремонта текущего. Потому что у нас с вами есть отставание из 384 домов. Мы по 120 домам, по сути, отстаем сейчас по ремонту из-за отсутствия данных средств. Участники заседания проголосовали за изменения в закон, регулирующий действия капитала семья. Сегодня денежные сертификаты номиналом от 50 до 700 тысяч рублей на руках у 4000 семей. Распоряжаться капиталом можно по семи основным направлениям, в том числе и погашать ипотеку. Однако в этой части закон действует больше на бумаге, чем в жизни. Из-за небольшой неточности в квадратных метрах обладателям социальной поддержки приходилось оставаться в кредитах и вынуждены направлять деньги в другое русло. Если закон одобрят, единственное ограничение будет снято. Мы надеемся, что с 1 июля данный закон вступит в силу и наши граждане будут направлять капитал семья на погашение ипотеки. Единственное ограничение, которое сейчас существует, оно будет снято. И граждане сразу с момента получения, это единственное, одно из направлений, которое не нужно дожидаться трех лет, можно направлять сразу на погашение ипотеки. Решение своевременное, очень правильное и в текущей ситуации с уровнем жизни для того, чтобы дать возможность семье использовать эти деньги для погашения очень важных обязательств. Наверное, одного из самых важных кредитов в жизни каждой семьи, ипотечный кредит, возможность завершить досрочно или раньше завершить исполнение обязательств по кредитным ресурсам для покупки жилья. Поговорили и о поддержке аграриев. Из федерального бюджета в регион на помощь сельскому хозяйству поступило свыше 75 миллионов рублей. Средства предлагаем распределить следующим образом. На представление крестьянским фермерским хозяйствам грантов для реализации проекта «Агростартап» будут направлены всего 66 миллионов рублей. В том числе средства областного бюджета 1,9 миллиона и средства федерального бюджета 64 миллиона 20 тысяч рублей. «Президент на одном из совещаний очень большое внимание уделил своевременности использования средств, национальных проектов, целевое использование. Поэтому здесь мы не можем допустить, если мы сейчас только вводим данную меру государственной поддержки, мы не можем допустить, чтобы средства были не использованы». 9 миллионов пойдут кооперативам на возмещение затрат при покупке сельскохозтехники и спецоборудования для переработки продукции. Все на конкурсной основе. Рината Леулова, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. В железнодорожном районе уже несколько лет проходит капитальный ремонт жилых домов. Наша съемочная группа посетила дворы на улицах Варейки, Саилу-Ачарского и выяснила, в каком состоянии находится жилище ульяновцев. Любое жилье необходимо ремонтировать и содержать в пригодном состоянии. Старый фонд нуждается в ощутимых вложениях. Рано или поздно приходится менять все коммуникации и облагораживать внешний вид здания. Хрущевки заслуживают особого внимания. Чаще всего капризные памятники эпохи находятся почти в ветхом состоянии. Вот уже несколько лет в Ульянске реализуется программа капитального ремонта жилья. «Нашим губернаторам была поставлена задача формирования пятилетки благоустройства и капитального ремонта программы жилого фонда в комплексе. Что это значит? Это значит, что если на доме делается капитальный ремонт, то делается и текущий ремонт подъездов, ремонт входных групп и делается благоустройство». Пятиэтажку по адресу улица Варейки со 13 отремонтировали два года назад. В ремонт было вложено более 11 миллионов рублей из областного фонда капремонта. Жители остались довольны и занялись благоустройством прилегающей территории. 140 тысяч, выигранные в городском конкурсе, вложили в строительство детской площадки. Жильцы останавливаться на достигнутом не собираются. «Да, собственно, наш очень дружный подъезд, в котором я живу, и мы всегда вместе все выходим и делаем. Кому-то что-то нужно, а что у нас… Ну вот хотелось бы только еще какой-то тренажер для детей уже постарше возраста». А в доме номер 15 по улице Луначарского работа кипит. На момент приезда нашей съемочной группы строители заново создавали крыльцо. Фасад здания уже покрыт сайдингом. Насчет подобной отделки можно и поспорить, но вкусы жильцов не обсуждаются. Ведь по правилам программы капремонта люди сами вправе выбирать архитектурные решения. На место прибыл губернатор Сергей Морозов. Он осмотрел объект и пообщался с населением. Также главу региона интересовала судьба остальных домов на Луначарского. По словам представителей горадминистрации, ремонт нескольких зданий запланирован на 2020-2021 годы. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Они не пилоты, но их задача строить самолеты. Свои профессиональные навыки инженеры России продемонстрируют на пятом открытом корпоративном чемпионате по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills, который стартовал в Ульяновске. 200 инженеров, студентов колледжа и школьников со всей страны съехались в Ульяновск на пятый открытый корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills. Им предстоит сразиться в девяти компетенциях и показать свой уровень подготовки в той или иной предметной области авиации. В этом году мы добавили компетенцию по беспилотникам, поскольку это очень актуальная компетенция и будущее авиастроение будет двигаться в этом направлении. Также мы добавили командную компетенцию, связанную с КАМ-технологиями. Тех, кто оценивает мастерство участников, здесь принято называть не судьями, а экспертами. Это квалифицированные работники предприятия Объединенной авиастроительной корпорации, которые прошли специальное обучение по стандартам WorldSkills. 25-летний Иван Шедиков из Иркутска заявлен в компетенции по производственной сборке изделий авиационной техники. Мастерить комплектующие для железных птиц парень начал три года назад. Надеюсь победить, настрой хороший, много надежд на меня, постараюсь их как-то воплотить и сам для себя. То есть конкурс такой весомый, поэтому постараюсь выступить достойно. В соревновательном дням, который стартует 4 июня, предшествовала торжественная церемония открытия чемпионата. Поприветствовать участников приехал губернатор Сергей Морозов. Хочу сказать огромное слово благодарности организаторам и за то, что помогают нам воплотить здесь, вот в этом как раз замечательном центре, нашу главную цель. Она достаточно проста и понятна. В очередной раз выразить свое глубоко уважительное отношение к человеку труда и популяризировать рабочие профессии. В этот день чествовали не только конкурсантов, но и призеров. Финалы 7-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia, который прошел в Казани. Из рук главы региона они получили дипломы и денежные сертификаты. В этом году часть Ульяновской области отстаивали 11 ребят. Студент третьего курса Ульяновского авиационного колледжа Павел Карабицын завоевал серебряную медаль в компетенции окраска автомобилей. Парень признался, что к всероссийскому этапу конкурсам готовился год. У нас было 4 модуля. Нам надо было сделать, отработать их. Это там крыло, дверь, локальный ремонт. Мы тренировались на этих, ну как бы тренировались, проходили все эти модуля и должны были показать свой уровень. На самом деле конкуренция была очень сильная. Не было какого-то мошенничества, что кого-то поставить на первое или на третье место. Все было честно. Конкуренция правда была сильная. Открытый корпоративный чемпионат по профессиональному мастерству в авиастроении по стандартам WorldSkills на Ульяновской земле проходит в третий раз. В этом году соревнования продлятся до 11 июня в Межрегиональном центре компетенции авиационного колледжа. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Аграрии Ульяновской области завершают все фьеровых культур. Но расслабляться пока рано. Впереди самое сложное – вырастить большой урожай зерновых и зернобобовых. С ходом работы ознакомился и глава региона. Посевная близится к своему завершению. По информации Министерства агропромышленного комплекса, сев яровых выполнен на площади чуть более 680 тысяч гектаров. Это 103% от плана. У нас достаточно оперативно в этом году сработают сельхостро-производители. Благодаря тому, что мы достаточно рано начали готовиться к весенней прибыльной компании. Думаю, плюс ко всему, это бюджетная поддержка со стороны региона, которая была оказана сельхостро-производителем. Уже практически в феврале месяце мы выплатили эту гектарную субсидию, которая позволила сельхостро-производителям более оперативно подготовиться к весенней прибыльной компании. В хозяйстве «Красная звезда» с посевной уже справились. На 5,5 тысячах гектаров высажены подсолнечник, зерновые и кормовые культуры. Сергей Морозов вместе с представителями профильного ведомства осмотрел ячменное поле и поговорил о состоянии озимых культур. Развитие происходит по фазам в оптимальные сроки. Поэтому сейчас необходимо принять все меры по уходу за данными посевами. Это обработка гербицидами, обработка антистрессантами, обработка от болезней и вредителей, которые всегда в это время активизируются. Июнь – период, когда посевы наиболее подвержены болезням и вредителям. Поэтому обработке будущего урожая уделяется большое внимание. На сегодня она выполнена на площади в 354 тысячи гектаров. В целом, состояние посевов опасений у аграриев не вызывает. При выполнении всех агротехнических мероприятий фермеры надеются получить большой урожай, сравнимый с прошлым годом. Завтра в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Температура ночью составит 12 градусов со знаком «плюс». Днем столбик термометра поднимется до 24 градусов тепла. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням в 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok